Вот и подошла к концу трехдневная судебная эпопея по обвинению в убийстве 21 июля к словучанина Юрия Булата. Трое подозреваемых на первом этапе следствия получили по 60 дней содержания за решеткой. В среду, 24 июля, в Солоческом суде продолжилось рассмотрение двух дел по содержанию под стражей обвиняемых, причастных к убийству. В начале с 9 утра до 12 дня рассматривали дело Рыбака. По просьбе его адвоката были заслушаны два свидетеля этой драки. Адвокат пытался найти противоречия в их показаниях. Понятно, что у обоих свидетелей нервы были на пределе. Их заставляли несколько раз вспоминать последние минуты жизни их друга. Вы меня сейчас пытаетесь, вы бы хотел услышать уточнение про Рыбака, я их сейчас вам дам. Если конкретно, вы понимаете, потому что пусть следователь меня спрашивал про убийство, он меня не спрашивал про Рыбака. Рыбака убил Стаханов. И Рыбак в этот момент был непосредственно возле того человека, которого убили, и он его держал за плечо. Важно это или нет, для этого и суд. А адвокат потерпевшей стороны пытался доказать адвокату Рыбака, что собранных материалов следствия вполне достаточно. А вот его подготовленная видеоверсия не совсем законна. Он выполнил какие-то действия с приводом вырезания, увеличения, какие-то технические действия выполнил. Что до записи, потом берет его, долучает и говорит, вот я вам тут сделаю видео, давайте его поднимемся. То есть, с точки зрения вимог и процедуры собранных доказов, данный доказатель не упоминает порядку собранных доказов. Где-то в районе 11.00 в зале появились журналисты телеканала «1 плюс 1», которые провели прямую трансляцию на всю Украину из Славутического суда. Да, действительно, мы в середине, в судовом зале. Прошу зараз оператору показати, скільки людей зібралося тут сьогодні, для того, чтобы якось все-таки допомогти суду все обрати запобежний захід. Просто за моєю спиною бачимо підозрюваного. Це пан Рыбак за свідченнями прокурора, за данными прокурора, саме він розпочав бійку, яка призвела, власне, потім до смерті колишнього військового. Він відмовлявся спілкуватися із нами, але у суді показати, кидав прошу. И буквально через несколько минут судья зачитала свое решение. По днеодобрительные возгласы славучан, собравшись около здания суда, второго подозреваемого отправили в специальну машину. После этого мы здесь же узнали у славучан, довольны ли они этим судебным решением. Конечно, блин. А кто недоволен? Понятно. Надеюсь, что и в последующий суд тоже будет таким же результатом. Довольны результатом? Конечно, довольны. Надеюсь, что и первое решение будет оскорено прокурором, но будет тоже решение без права внизу. Без права, да. Потому что это больше все возмущает, я так понимаю, да? Да, конечно. Довольны решением? Да. Через несколько минут на продолжение третьего суда привезли их отчителя. Убийца! Убийца! И снова допрос свидетелей. Он как будто курировал процессом, отодвинул этого, чтобы Юра не мог до него достать до стакана. То есть, все, было дистанция. То есть, он полностью контролирует ситуацию. То есть, по нему было видно, что он готов был... Это был точный человек, который разнимает там драку. А что это такое? Это вот так, в такой ходе люди драку не разнимают. Это точно. Просмотр видео от бара «Атлант» и многочасовая попытка прокурора и адвоката потерпевшей стороны убедить адвоката Хачатеряна в его ошибочных решениях. И объяснение суде, почему с точки зрения прокуратуры подозреваемого нужно содержать первые 60 дней за решеткой в обязательном порядке. Особа підозрюється у чиненні, обгрунтовано підозрюється у чиненні особливо тяжкого злочину, за який предбачено вашість долічне позбавлення воли. Тобто, фактично, особі легче переховуватися, оскільки він об'єктивно розуміє, якщо підозрюваний, ну, він же ж доросла людина, він свідомо розуміє, що дійсно покарання це може настати. І йому нічого не заважає зараз дійсно переховуватися. І при чому мова навіть не йде про Білорусь чи про тимчасово куплені території, які на сьогоднішній день не контролюються. Тобто, будь-яка особа зараз, ну, об'єктивно не розуміємо, виходячи з загальновідомої інформації, що фактично переховуватися можна будь-де, навіть на території України. А вот сам подозреваемый утверджав, що он ні в чому не виновен. Я нічого не завершав. Я все время пытався только заступити, защитити і разъединить эту всю драку. Я свою вину полностью не підтримую. Я нічого плохого не зробив. Внимательно выслушав многочасові спори прокурора і адвокатів, судья приняла решення. Все. На першому етапі можна ставити точку. Осталось только внести изменение приговор по Стаханову, де по решению судді он може нести залог в 280 тисяч гривень і бути отпущен под домашний арест. Але прокуратуре вже подготовлено соответствуючі документи, щоб цього не відбувалося. А в середу вечером должна була состояться внеочередна 60-я сесія Городського совета з повістки дня про резонансный ПДІ в місті Славовича. Сесія началась з ради засідання, але с учетом того, що достаточно багато славовичан пришло на сесію, а кроме того, около 250 человек собрались на центральній площади, було решено расширити сесію і провести по цьому поводу общественне слушання с участием возмущенных ситуацій славовичан. А вот об этой вечерній части середы смотрите подробно завтра, тут же, на нашем Facebook.